Виды, процедура и оценка сделок M&A слияния поглощения. В последнее время сделки M&A слияния поглощения достаточно популярны. С каждым годом бизнес все чаще и чаще предпочитает купить готовый бизнес, чем запустить с нуля свои проекты. Почему? А потому что для запуска собственного бизнеса требуется время, ресурсы, наработанная годами позиция работы и, самое главное, квалифицированные кадры. При реализации же данных сделок все это уже есть. В предыдущем нашем видео мы разобрали понятия данных сделок, какие цели они преследуют. Теперь давайте разберем их ключевые вопросы, а именно виды, процедуры и для каких целей нужна оценка данных сделок. Виды сделок, слияние и поглощение различаются по роду деятельности. Горизонтальные сделки, когда объединяются компании, которые работают в одной сфере, например, продуктовые магазины. Вертикальные сделки, когда компании работают на разных этапах одного процесса. Например, одна компания производит, другая компания продает. Параллельные сделки, когда объединяются компании, продукция у которых взаимосвязана. Например, производитель компьютеров объединяется с компанией, которая производит непосредственно операционные системы. И смешанные сделки, когда объединяются компании, деятельность которых ранее не была связана вообще. Для того, чтобы снизить риски покупки убыточного бизнеса, необходимо изначально провести правильное структурирование самой сделки, слияние и поглощение. По сути, нужно не только оценить бизнес с разных точек зрения – юридической, экономической, налоговой, но и также разработать комплекс мероприятий для достижения окончательной цели. И тут нам приходит на помощь так называемый view diligence. Английского языка переводится как должное усердие, то есть анализ компании, который проводит перед тем, как провести сделку M&A. Это разностороннее следование фирмы и комплексная оценка ее рыночного положения, а также выработка оптимального механизма заключения сделки. При структурировании таких сделок обязательно нужно учитывать множество нюансов. Как объединить активы и бухгалтерский учет компаний, избежать мониторинга со стороны ФАС или успешно его провести. Как правильно провести сотрудников с одного юрлица на другое, обеспечить правильность и полноту оформления пакета документов для объединения. Все это view diligence, который также входит в саму процедуру проведения сделок. А сама процедура складывается из следующих этапов. Первый – выбор компании для продавца, а для покупателя – выбор инвестора. Второй – переговоры, которые позволяют определить заинтересованность в сделке каждого участника, основные условия и ключевые требования. Третье – заключение соглашения о намерениях, согласно которому продавец обязуется предоставить информацию и документы, а также обеспечить доступ к некоторым ключевым объектам, а покупатель обязуется соблюдать режим конфиденциальности в отношении полученной информации. Четвертое – проверка компании, то есть о том, о чем мы говорили выше, view diligence. Пятое – переговоры о финальных условиях сделки. И шестое – структурирование сделки, то есть выбор формы, слияние или поглощение, а может быть вообще покупка имущественного комплекса или смена состава участников. И последний этап – это седьмое – исполнение сделки, то есть проведение самих корпоративных процедур. Сделки M&A являются сложными как с юридической, так и с финансовой стороны. Нужно оценить множество рисков, принять меры по их минимизации, оценить перспективы, правильно оформить все документы и проконтролировать, чтобы процедура была совершена согласно всем нормам закона. Специалисты юридической компании «Юрвиста» помогут вам решить такую сложную задачу и проконсультировать по всем вопросам реализации рассматриваемых сделок. Поэтому звоните нам. Удачи вам и вашему бизнесу! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!